Здесь пример нашей нейросетевой аналитики, как раз таки камеру прикрутили к велосипеду и едут, детектируют объекты. Объекты детектируем трех типов. Это человек, это транспортное средство и в силу того, что это Азия, это велосипед. Аналитика на нейросетях, причем критичный момент, корейцы сразу заняли твердую позицию не обучать нейросети на существующих базах. Базы, которые мы используем для обучения нейросетей, в первую очередь берутся с живых объектов абсолютно со всего мира. Если вы или ваши клиенты планируют использовать эту аналитику, можно вполне обучить ее под ваш объект. Эта услуга абсолютно бесплатная, она включается, с вас, грубо говоря, просто видеоролики, с нас обучение и в дальнейшем для вас обновления по воздуху или по проводам, как вам будет удобнее. В чем принципиальное отличие нашей видеоаналитики на базе нейросетей от конкурентной? Я в первой части уже говорил, что мы отлаживаем софт, также мы отлаживаем софт для задач видеоаналитики. У нас есть устройство, которое позволяет выполнять 16 каналов, но также вы можете сами собрать эту машину. Это уже полюбившийся Core i7-7700, это уже полюбившийся GT 1060 Ti и 16 гигабарит оперативной памяти. Машина с такими характеристиками обеспечит обработку 16 каналов видео, а аналитика будет работать на первом потоке в разрешении 2 мегапикселей. Мы не предлагаем использовать на субпотоке, вы никогда у нас не встретите серверное решение, которое 128 каналов, 256 каналов до 12 мегапикселей, на самом деле только в D1 хорошо и все работает. 16 каналов обязательно первый поток для того, чтобы это действительно работало. Аналитика также пишет, помимо детектирования объектов, метаданные. Она умеет определять направление движения объекта, количество этих объектов, цвет этих объектов. Цвет разделяет на две части, вверх-вниз. Грубо говоря, можем искать по запросу синяя машина, красная обувь и количество человек двое, трое и более. Интерфейс интуитивный точно также позволяет использовать какие-то операторы, не красные объекты, красные и желтые объекты, красные объекты, которых более 3. Вот такого формата запроса можно составлять, предлагаем такие решения для аналитики. Здесь я тоже акцентирую внимание, что выглядеть это может как самолетное решение для огромной промышленности. Я, насколько знаю, у вас тут вопрос с портами, сейчас актуален, наверное, в первую очередь в Петербурге. Но маленькая швейная фабрика, которых в Питере тоже великое множество, насколько мне известно, особенно изделий из кожи, это тоже вполне себе производство. И производственные задачи мы тоже вполне себе способны решать. В том числе и хранение товара, и хранение комплектующих для производства, и съемка самого рабочего процесса. Все это туда включается, и мы также здесь предлагаем не какие-то космические решения за космические деньги, а вполне реальную функциональность, которая будет внести вполне реальную пользу для конкретных объектов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА